Прямо живого применения и в образовании, в особенности, если он замечательно расскажет. Здравствуйте, друзья. Я хотел бы представить вам свое видение того, как можно использовать искусственный интеллект в образовании и как можно использовать в интеллектуальных агентах для этих целей именно в образовательном процессе. И, собственно, куда без искусственного интеллекта на конференции по искусственному интеллекту? На слайде адрес в Телеграме Бота, который может прямо сейчас отдать вам эту презентацию. То есть обращайтесь в Бота, пишите ей фразу на русском языке, в любой форме. Пришли презентацию по интеллектуальным агентам в образовании. Она сразу же вам ее пришлет. Собственно, про нее и поговорим. Я хотел бы представить вам модель образовательного процесса, в котором можно использовать интеллектуальных агентов. Уже сегодня. Уже сегодня это используется у меня в школе. И давайте посмотрим, как. Собственно, Натали, это чат-под, который ассистирует преподавателю на курсах по искусственному интеллекту. У меня в школе есть курс по искусственному интеллекту. И когда студент, курсант туда приходит и курс запускается, он попадает в руки к Натали. Соответственно, после просмотра лекции, любые вопросы, которые у него формируются, он может задать общий чат. И она ему отвечает на них, как студент. Ну, вот пример. Накануне мероприятия я ее погонял. Это пример диалога, когда мы прослушали лекцию по многодетным системам. И вот студент задал несколько вопросов по этой теме. Собственно, в лекции непонятно, почему алгоритм кукушки относится к краевым алгоритмам. Это прямо из лекции непонятно. И студент задает этот вопрос. Это очень частый вопрос у меня в школе. Прямо вот когда проходит лекция по многоодетным системам, каждый второй вопрос это, почему кукушка, алгоритм кукушки, это роевой интеллект. Соответственно, Натали уже давно знает, почему она это отвечает. Ну и, собственно, несколько таких дополнительных вопросов. Вот это пример. На самом деле, несколько метрик Натали год и три месяца. То есть, примерно чуть больше года назад я ее создал. И примерно в ней 2000, в ее базе данных, в ее базе знаний 2000 правил. Примерно 1000 диалогов она уже провела, и на каждом из этих диалогов она тренируется. Потому что ежедневно, в принципе, я размечаю вот эти диалоги, которые приходят в ее журнал. И ежедневно я ее перетренирую. Когда в понедельник она как бы просыпается, и у нее новая личность, она перетренирована. Так вот, тот конкурс на тест тюринга, который сегодня я тоже поучаствовал с удовольствием. Ну, честно говоря, те боты, которые там были представлены, по сравнению с ней, ни в какое сравнение нельзя их поставить. Потому что она не предназначена для этого. Вот и я поэтому подумал, что нельзя узкого бота ставить на тест тюринга. Но она бы выиграла это сегодняшнее мероприятие точно. Короче, зафиксированный у меня рекорд по количеству реплик, который какой-то студент с ней произвел. У меня в блогах нету идентификатора студента. Это анонимизированная информация, специально это сделал, чтобы не было предрасположенности моей к тем, кто задает вопросы. Соответственно, 104 реплики. Люди друг с другом никогда так не разговаривают. 104 вопроса задал студент. Это для меня было удивительно, но это текущий рекорд. Собственно, телешкола, то, где проходит этот процесс образовательный, это телеграмм. То есть, организуется чат в телеграмме, куда добавляется этот бот, и он отгружает контент. Каждое утро человеку, который записался на курс, приходит контент. И потом начинается вот этот вот диалоговый процесс. Соответственно, у меня на пике однажды было порядка сотни студентов. 100 студентов обучались одновременно. 100 чаток телеграмм. У меня занимала их отработка 2 часа в день. Это вот одна из таких метров. Собственно, про эволюцию интерфейсов бессмысленно говорить. Уже Яндекс сегодня сказал, что мы приходим в эру разговорных интерфейсов. То есть, Натали может понимать и обращенный текст. Если у нас, ну, в телеграмме нет такой функции, но если ее вывести в другой мессендер, она будет понимать текст, который говорит словами. Ну и, соответственно, что такое интеллектуальный агент? Это вы сами посмотрите в презентации, когда скачаете. Самый интересный, вот, образовательный процесс. Как он устроен в этом случае? Мы инициируем курс, то есть, отгружаем всю информацию о том, какая логистика на курсе, что происходит, кто там, действующие лица. Потом происходит вот этот вот цикл обучения, когда ежедневно бот отгружает контент, студент, курсант смотрит его, изучает, отвечает на вопросы теста, задает вопросы, и бот ему отвечает на вопросы. Ну и потом в завершение бот настойчиво требует запомнить выходную анкету. Ну и, собственно, вот это я все рассказал. Общение, ответы студенток. Четыре типа ответа студента. Это некорректная фраза, или вообще не вопрос, какие-то философские размышления, такое часто бывает. Бот пытается вернуть его в канву курса. Вот в этом смысле это не общий разговорный бот, он не проходит тест-фьюринга. Если ей сказать, давай с тобой поиграем в тест-фьюринга, она скажет, что она не занимается такими глупостями. Соответственно, то же самое, когда отвлеченный вопрос на произвольную тему, она возвращает студента в тему курса. Ну и, собственно, два варианта, когда у нас вопрос по теме курса, когда интеллектуальный агент знает ответ, она просто отвечает. Когда не знает ответ, происходит вот следующее. Это процесс, который настроен, собственно, вопрос записывается и отправляется в специальный чат, где я его вижу. Я там сразу могу ответить, поскольку это телеграм, который доступен везде, я сразу же отвечаю в этом же чате. Этот мой ответ попадает в базу знаний к боту, который тут же отвечает в чате, в котором студент задал вопрос. И на следующий раз, когда какой-либо другой студент задаст этот вопрос, бот уже знает, как работать, как отвечать на него. Собственно, сейчас вот так вот устроен интеллектуальный агент. Самая проблемная зона – это контекст. Контекст, напоминание того, что происходит. Вот это еще не решено в моем случае. Натали не помнит контекст. Ну и, собственно, отзывы и впечатления об этом боте. Каждый, по-моему, три четверти студентов говорят, что у них повышается интерес от работы с ботом на курсе, потому что они наяву видят, как настроен искусственный интеллект, как он… Они учатся искусственному интеллекту и работают с ним же тут же. И вовлеченность студентов в процесс намного выше. Более того, у меня были студенты, которые до конца не понимали, что это бот. Это было удивительно для меня тоже. Они потом узнавали, как бот. Я бы тогда с ней не общался. Я говорю, ну, конечно, не общался. Ну, собственно, выводы. Интеллектуальные агенты – это наше будущее в таких онлайн-курсах. И они облегчают труд преподавателя, облегчают общение со студентами, повышают, как я сказал, вовлеченность студентов и сами постоянно обучаются. Моя визитка. Отлично. Спасибо огромное. Коротко и мелко. Отлично, да. Один вопрос. Вот. А это был вопрос подковыркой. Да, да, в прошлый раз. Да, да. Давай. И я не могу сказать, что это был вопрос подков. Какие-то представители и уронов ООО Кастан. А могли бы вы вкратце рассказать, как происходит процесс обучения? То, что я сейчас услышал, что приходит на неизвестную тему вопрос вам или вы впоследствии корректируете. Какое-то бред обучение или как-то еще более подробно может рассказать, потому что это был вопрос. Очень интересно. Происходит следующее. Вопрос в его формулировке. И мой ответ на него записывается как пара базу знаний. И раз в неделю я перезапускаю процесс обучения, там нейросеть на TensorFlow, которая все это перерабатывает. И следующий вопрос, который может быть задан, он может быть задан уже в другой формулировке. То есть вот до того, как перетренировка прошла, бот ответит точно на такой же вопрос, в той же самой формулировке. Но и как только вот по воскресеньям, в воскресенье утро я запускаю и по неделю утра она уже готова, там перетренировка прошла. Соответственно, например, вопрос был задан, кто такой рациональный агент. Вот до перетренировки она будет отвечать только на вопрос, кто такой рациональный агент. А после перетренировки она будет отвечать, что такое рациональный агент, расскажи про рациональных агентов и так далее. То есть тут нейросетевой подход, гибридная парадигма, там и база знаний на продукции, и нейросети для распознавания смысла. А ответ стандартный? ответ стандартный, но база знаний устроена так, что есть некая вариативность, то есть, если задавать один и тот же вопрос, она будет по-разному отвечать, и разным студентам по-разному. Случайно, случайно. Ну, да, случайно. Отлично. Коллеги, спасибо огромное, спасибо Роману за замечательный доклад, спасибо всем заступающим на эту секцию, все остальные вопросы можно задать в кофе-брейки, короткие кофе-брейки.